Всем привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал. Ставим пальчики вверх, мне будет это безумно приятно. И подписываемся, если вы еще не подписаны. У меня сегодня будет тег 12 странных вопросов обо мне. У меня тут подсказочка, я буду подсматривать. Здесь, собственно, 12 вопросов. И если вы хотите поучаствовать в этом теге, то пишите в комментариях, и я оставлю список вопросов. И давайте приступим. Первый вопрос, что вы сегодня ели на завтрак? Сегодня я ела банан, потому что только банан. Потом я уже поела более плотно, когда вернулась, потому что мне нужно было идти на процедуры в поликлинику. А я, в принципе, уже опаздывала, поэтому я только банан съела. Второе. Самое гадкое, что вы когда-либо ели? Честно говоря, даже не знаю. Наверное, шпроты. Я их, в принципе, не люблю. А, нет, есть еще кое-что гадкое. Говяжье легкое. Терпеть его не могу, хотя я любитель субпродуктов, но именно вот эта часть мне почему-то не нравится. Третий вопрос. Какой запах нравится вам, но не нравится окружающим? Знаете, вот, когда спичку зажигаешь, и вот сера вспыхивает, и вот этот вот запах, как бы сжженый серый, вот я просто обалдею от этого запаха. Мама у меня никогда этого вопроса не понимала, то есть она вообще не любит этот запах, и она практически его не чувствует. Вот, и, в принципе, я мало людей встречала, которые бы обалдели от этого запаха. И, ну, что за собой я заметила, замечала, в принципе, и в последнее время тоже замечаю, что спички от разных производителей пахнут по-разному. И даже у меня есть свои любимые спички. Так, и четвертый. Вы жамрана, колесова, я сова. Но я стараюсь себя немножко переделать в голубя, так называемого, да, то есть голубь – это что-то среднее между жаворонком и совой. Поскольку иногда мне нужно встать очень рано, или иногда нужно лечь очень поздно, и при этом... Ну, в общем, я стараюсь себя приравнять к голубю, потому что, в принципе, вставать очень-очень рано я не умею, не могу, не люблю, я люблю поспать. И, как у любого творческого человека, у меня всегда фантазия приходит где-то после 11 вечера, и хочется активно начинать что-то делать, что-то записывать, зарисовывать, творить, снимать видео. А вот, а уже спать пора. Так что я сова, которая пытается переквалифицироваться в голубя. Так, пятый вопрос. Ваша экологическая привычка? Ну, во-первых, если я на улице, я всегда стараюсь, чтобы у меня не было там фантик, чек, там от метро, от билета, какая-то упаковка я ела мороженое, банан, там шкурка. Я всегда все выбрасываю в урну. Если урны нету, я складываю это в сумку, ну, в пакетик, в сумку. И, ну, либо пока я не увижу урну, либо я прихожу домой и выбрасываю это дома. Вот, и в последнее время я поняла, что я, наверное, за раздельный сбор мусора. Потому что, ну, потому что мне это интересно, и мне кажется, это более логично в плане переработки мусора, нежели его еще сортировать. Но это отдельная тема, если кому интересно. Вот, так что я за экологию. И мусор, не бросая просто так, я все-таки бросаю его в урну. И вот мы ездили на дачи на выходных, и на обочинах, да, вот вдоль дорог, очень часто валяется мусор, и всякие пакеты, и какие-то, и даже разорванные покрышки. И меня всегда это удивляло. То есть, ну, если ты уже дошел до такой стадии, что ты выбрасываешь пакет с мусором в лес, да, ну, ладно, это уже просто, это не лечится, это отдельная тема разговора. Но если ты едешь на крупной машине, у тебя лопнула шина, там, покрышку порвало, и ты просто ее выкидываешь в лес, а нельзя ее положить сзади, там, в багажник, в твой рефрижератор, или что у тебя сзади. И просто выкинуть ее на ближайшем, на ближайшей помойке, где большие контейнеры стоят. Разве это не проще? Гораздо, конечно, гораздо проще засрать лес, засрать планету, в которой ты живешь, а потом ходить и жаловаться на это. Тема экологии, это вообще больной вопрос. Поэтому я всегда все выкидываю, и не понимаю, как могут люди выкидывать мусор в лес. В речку, в озеро, там, не знаю, в котором ты купаешься. Шестой вопрос. Ваш способ за одну минуту поднять себе настроение? Мороженое. Мороженое и молочный шоколад. Ну, больше мороженое. Ну, можно и совместить. Седьмое. Какой на вас сегодня парфюм? Сегодня нету. Я вообще не любитель парфюма. И использую его в крайне редких случаях. Исключительно, если я иду на какое-то важное мероприятие, либо на важную встречу, либо на какую-то встречу романтическую, либо встречу друзей, ну, что-то такое, какие-то мероприятия. Просто так каждый день я на себя ничего не пшикаю. Восьмое. Какие страхи были у вас в детстве? Честно говоря, даже сейчас и не вспомнишь. Я вообще бесстрашная была девушка. Не знаю. Наверное, не было. Не могу сказать. Просто меня этот вопрос ввел в ступор, потому что я была бесстрашная. У меня особо ничего такого не было, чтобы я чего-то боялась. Девятое. Используете ли вы нецензурные выражения? О, да, бывает, случается, конечно, как с любым человеком. Когда раздражен, когда тебя кто-то выводит из себя, когда что-то не получается. Ну, знаете, работать в театре иллюзии никому не советую, потому что это чревато огромными последствиями. Не только со здоровьем, но и с образом жизни. И вот нецензурные выражения у меня увеличились. Если раньше это было от слова к слову, то от момента к моменту, да, то сейчас, если я раздражена, там, у меня что-то не получается, то это постоянно так вылетают эти словечки, потому что они уже записались там за три года на подкорку памяти. Вот. В общем, да, бывает. Ну, стараюсь как бы на людях не выражаться, потому что это всё-таки неприлично. И, ну, вообще, стараюсь себя немножко в этом деле ограничивать, поскольку это всё-таки для девушки неприлично. Десятое. Насколько легко вас обмануть? Я бы сказала так, что если вы человек мне близкий, ну, скажем, близкий друг, близкая подруга, близкий родственник, то я очень доверчива в этом плане. И меня легко можно обмануть. Но если мы с вами мало знакомы, поверхностно или очень отдалённо, то я изначально вам не доверяю. И что бы вы ни сказали, всё это бабушка надвое. Потому что это всё нужно проверить, и проверить это самой надо, и убедиться в том, что ваши слова являются именно тем, чем они являются. Вот. Так что, так что вот так вот. Одиннадцатое. Кого из знаменитостей прошлого или настоящего вы бы хотели пригласить на ужин? Ну, тут много кого. Я бы хотела пригласить Клода Мане, например, или Дюрера, или Канта, или, не знаю даже, Цветаеву, или Андрея Белого. Много кого. То есть, всех моих любимых писателей, художников, артистов каких-то, которых уже нет в живых, наверное. Из настоящего, из настоящего, наверное, никого. Потому что все, кто чего-то стоил, уже, к сожалению, умерли. Двенадцатый и последний вопрос. Самые важные слова в вашей жизни. Ну, будь собой, и цене то, что имеешь. Я эти слова постоянно повторяю, так что я думаю, что они уже навязли в зубах. Но эти слова мне когда-то сказали друзья, когда у меня была тяжелая ситуация в жизни. И с годами я понимаю, что это именно так оно и есть. Всегда быть собой. Никогда не пытаться для кого-то быть кем-то. Быть всегда собой. Чтобы, как бы обстоятельства не складывались, всегда быть собой. И чего бы у вас не было плохо или хорошо, никогда не желай большего. Потому что за двумя зайцами сами знаете, что будет. Так что, вот такие вот были вопросы. Надеюсь, вам было интересно. Если было интересно, и вы досмотрели до конца, ставьте пальчик вверх. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok